Трудные места Священного Писания Трудные места Священного Писания Трудные места Священного Писания Я чуть-чуть пропускаю Следующий Шамосы Нагейс Харара Однажды филистимлине собрались в Лихи Где был участок поля Засеянной чечевицей Народ бежал от филистимлина Кстати, поражение часто становится причиной подвига Но он встал посреди поля И родил филистимлин И Господь сотворил великую победу Казалось бы, достаточно Вот они, герои, на войне Победили всех И тут маленький эпизод Эти трое из тридцати вождей Пришли во время жатвы к Давиду В пещеру Адулам А Давид тогда скрывался от Саула Давид был в укрытии А в Вифлееме стояла филистимская стража То есть оккупирован город Вифлеем, родной город Давида Давид тогда испытывал жажду И сказал Кто бы напоил меня водой Из Вифлеемского колодца Что подле ворот Колодец детства Который он помнит Как он еще там С мамой туда ходил Как он там играл С друзьями бегал И вот эта вода детства Мечта человека В жажду, в жару Тогда эти трое ворвались В филистимский лагерь И набрали воды Из Вифлеемского колодца Что подле ворот Да Могли где-нибудь найти водичку Наверняка не единственный Колодец в округе Но вот ту самую набрали В сбоем прорвались Зачерпнули ее Наверное, много не получилось Уж сколько там смогли И принесли Давиду Но он не стал пить И вылил ее пред Господом Ну это что за издевательство Над этими людьми Они жизнями рисковали Они ему воду принесли Он хочет пить Ну выпья с благодарностью Этим людям Он вылил ее пред Господом Он сказал Ни за что, Господи Не стану этого делать Это же кровь людей Что пошли туда С риском для жизни И не стал пить Вот что сделали Эти трое богатыри Смотрите, он вылил ее Пред Господом Он не вылил ее Как жест презрения Не надо мне ничего Этого вашего Да, вы что, с ума сошли Так рисковать Он не отказался от этого В какой-то аскезе Такой вот Нет, я потерплю Как же я буду пить Когда вот Другие люди страдают Им ни одному Ни в коем случае нельзя Мы сейчас должны Между всеми это поделить А там может Вот столько ее было Да, вот они принесли ему В горсти Может быть Я не знаю Тут как-то не сказано Может быть Была какая-то емкость У них кувшин Ну, когда ты там С боем прорываешься К колодце Там некогда разливать Наполнять Да, там уж Ухватил хоть что-то И побежал Так вот Смотрите Он вылил ее Пред Господом Это кровь людей Что пошли туда С риском для жизни Вероятно Кто-то из них был ранен И действительно Пролил свою кровь Для того Чтобы принести эту воду Может быть Даже и нет Может быть Это всего лишь Готовность пролить Эту кровь Но Давид Выливает ее Пред Господом Как жертву Потому что Кровь вообще-то По Пятикнижию В Левите Эти правила Подробно описаны Не должна быть Предметом Пищи Почему? Потому что Кровь это жизнь Ну, действительно Сегодня медицина Это подтверждает Что кровь Это то, что Разносит по силу Кислород и питательные Вещества И без крови Если останавливается Кровообращение Человек Немедленно умирает Вот Но Дело даже не в том Как это с медицинской Точкой зрения А вот кровь Это то, что дает Живому жизнь То, что Принадлежит Богу И вот эта вода Которую они приносят Это их кровь Которую они пролили Пока они эту воду Добывали И он выливает Ее пред Господом Как он должен Сделать кровью И Конечно Это С одной стороны Жест преданности Богу Безусловный То есть Жертва Это ведь Никогда мы отдаем Что-то лишнее Завалялась там Не знаю Монетка мелкая В кармане Ну, вот это вот Бросим Богу А когда мы отдаем То, что нужно Как в Евангелии Описано Вдова Которая положила Две лепты Последние Свои два гроша Которые у нее были И она принесла Самую большую жертву Вот когда ты хочешь пить Вот даже голод Так тяжело Не переносится Как жажда Человек хочет пить Он отдает Эту воду Богу Это самая большая Жертва С одной стороны А с другой стороны Мне кажется Вот здесь Давид Совершает Некоторое Символическое Действие Которое многое Говорит о царской Власти О власти Вообще Преданные ему Друзья Его воины Его богатыри Рискуют жизнью Чтобы его порадовать Ну, спасти от жажды Но и прежде всего Порадовать Потому что Наверное Жажду можно было Утолить и другой Какой-то водой И он отказывается Это принимать Именно как дар Себе в радость То есть Подвиги нужны Не для того Чтобы царя Правителя Порадовать Не для того Чтобы самолюбие Потешить Не для того Чтобы показать ему Какие мы молодцы Насколько мы тебя Любим и ценим Огромное количество Всяких рыцарских Самурайских И прочих подвигов Будут делаться Ровно для этого И вот Давид говорит Нет Нет Я не буду пить воду Которую люди Добывали для меня С риском для жизни Я не буду Класть жизни Людей Для того Чтобы потешить Своё самолюбие Ох, как жаль Что далеко не все Цари и правители Следуют этому Примеру Давида Внеси свой вклад Оцени Подпишись И поделись Этим видео Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok